Привет, ребята! Мы рады презентовать вам цикл уроков для игры на язычковом барабане Гуда от Zen Percussion. Материал, изложенный в данном курсе, поможет вам овладеть не только базовыми приемами игры на барабане Гуда, но и является универсальным для всех подобных инструментов. В этом сборнике уроков мы разберем понятия ритма, мелодии, композиции, а также их совмещения для создания полноценного музыкального произведения. Также в этом цикле уроков будут рассмотрены разнообразные ритмы в различных размерах и многие полезные упражнения для того, чтобы ваша практика на инструменте была успешной и нескучной. В этом видео мы познакомимся с инструментом Гуда, рассмотрим его устройство, научимся извлекать основные звуки и введем несколько необходимых терминов, которые помогут нам в дальнейшей практике. Итак, что представляет собой инструмент Гуда? Гуда – это язычковый идиофон, созданный мастерской дзен-перкашен. Этот барабан сделан из двух полусфер нержавеющей стали и настроен таким образом, чтобы издавать чистые и гармонические тона. Инструмент покрашен черной порошковой краской. На поверхности инструмента расположен орнамент. На верхней полусфере расположены язычки, нижняя полусфера служит для усиления звука. Отверстие в нижней полусфере закрыто специальной деревянной пробкой с лого дзен-перкашен. Край инструмента закрыт специальной авторской обвязкой из джутовой пеньки. Обвязка выполняет две функции – декоративную и предохраняет край инструмента от удара. Под обвязкой находится индивидуальный серийный номер инструмента, который указывает на то, что данный инструмент создан официальной мастерской и не является подделкой. Следует заметить, что модельный ряд гуды весьма широк, и ваш инструмент может быть абсолютно другого вида, цвета, текстуры, иметь или не иметь орнамент, отличаться количеством нот. На этом инструменте настроено девять нот. Ноты расположены в заданном порядке. Этот гармонический порядок называется строй – звукоряд. На каждом лепестке настроены две ноты – основной тон и обертон. Нота на октаву выше от основного тона. Ноты на инструменте расположены по кругу. Этот круг называется тональным кругом. Ноты в тональном круге расположены по возрастанию – лесенкой. От самых низких к самым высоким – справа налево. Самая низкая нота называется тоникой – бас и расположена по центру инструмента. Данное расположение нот является стандартным для всех наших инструментов. Такое расположение нот продиктовано удобством игры и логикой построения ритмических и мелодических партий. Как лучше всего держать инструмент? Удобнее всего расположить инструмент на коленях или на специальной стойке – нотами вверх. Инструмент должен быть повернут таким образом, чтобы самые большие ноты – низкие – были ближе к вам, а ноты поменьше – дальше от вас. Это даст вам удобство и уверенность при базовом освоении инструмента. Данное расположение является рекомендуемым, а не единственно правильным. Когда вы хорошо освоите инструмент, сможете держать его как вам удобно. Рассмотрим способ извлечения звука. Звук извлекается с помощью удара пальцами по поверхности инструмента или язычка. Удар можно наносить любым пальцем, но удобнее всего это делать первой фалангой указательного или большого пальца. Для того, чтобы извлечь чистый и красивый тон ноты из язычка, нужно нанести быстрый и четкий удар. Удар наносится в верхнюю часть большого язычка этой ноты. Удар должен быть точным и быстрым. Необходимо сразу же убрать палец после удара, для того, чтобы язычок мог свободно колебаться и издавать громкий и чистый звук. Лайфхак номер один. Для того, чтобы понять, как сделать это наилучшим образом, нужно представить, что поверхность язычка сильно нагрета. Нанося удар пальцем, вы быстро отдергиваете руку, как бы боясь обжечься. Представьте это, и я уверена, что у вас точно получится произвести нужный удар. Давайте попробуем последовательно извлечь все ноты на нашем инструменте, двигаясь по строю от самой низкой ноты, бас, к самой высокой ноте. Давайте сделаем это двумя способами. Большим и указательным пальцем. Проделаем то же, только в обратном порядке. Выберите для себя, какими пальцами удобно играть конкретно вам. Лайфхак номер два. Возможно, вам будет удобнее комбинировать пальцы, используя большие и указательные. Большими пальцами удобнее играть по нотам, близким к вам, а указательными – по нотам, которые находятся дальше от вас. Введем еще несколько терминов, которые пригодятся нам в будущем. Удар по басовой ноте мы будем далее называть дум. Удар по корпусу инструмента возле края назовем тег. Удар по корпусу инструмента возле края на противоположной стороне инструмента назовем ка. Так как каждый инструмент индивидуален и нет двух одинаково звучащих инструментов, то области звучания на инструментах будут незначительно отличаться. Поищите на своем инструменте области, звучание которых вам понравится. Звук должен быть четким, ярким, с легким перкуссионным оттенком. Сместитесь немного вправо, влево, вверх или вниз. Послушайте полученные звуки. Изучите свой инструмент, это очень интересно. Найдите три области, которые вам понравятся для дум, тег и ка и примерно запомните их расположение. На сегодня достаточно. В следующем видео мы рассмотрим, как создать из рассмотренных звуков ритм в размере 4 четверти. Как сыграть этот ритм на нашем инструменте, чтобы это было красиво и ровно. Познакомимся с практикой графической записи ритмов, работой с метрономом и внутренним чувством ритма. До встречи!